Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного! Номер 1014. События дня. 2 Тимофея 2.11.13. Верно слово, если мы с ним умерли, то с ним и оживем. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас. Если мы неверны, он пребывает верен, Ибо себя отречься не может. И вот объявление коротко прочитать. Благодарю Игнатия Тихоновича. И слушая отца Владимира Головина давненько, все мечтала к ним съездить. Ведь моя подруга Галина, Царствие Небесное, глубоко изучала православие, и ваши труды во славу Божью, и горячая вера. Очень помогали и укрепляли. И через нее, познакомившись с вами, я и подсела, в кавычках, на ваши ролики. Каждый день учусь, восхищаясь вашими глубокими разносторонними познаниями. Богу за все слава даст Господь и приедет отец Владимир Головин в Потеряевку. Правильные он слова сказал о вас. Я с ним согласна. Он более мягкий. Вы более жесткий. С первого взгляда. И я вас люблю и низко кланяюсь. Храни вас Господь. Здравия духовного, душевного и телесного вам всем. Шлю привет из Геленджика, моей любимой Родины. Добрый плотник. Дорогой Игнатий Тихонович. Вы для многих учитель и огонь с неба. Я рад и благодарен Духу Святому, который указал мне на вас. Пусть Господь продлит вашу жизнь нам на служение. Спаси Христос. Агас. Игнатий Тихонович, здравствуйте. Многих лет вам жизни. Всегда вас помню. Вы всегда в моих молитвах. А, это неправильно. Тарас, буква отлетела. Т должно быть. Тарас. Это человек в дальних плаваниях, в загранке все время. Занимаясь делом проповеди, столкнулся с Курпатовым Андреем. Он очень способный человек. И его книги, которые основаны на научных фактах в исследовании мозга, с помощью магнитно-резонансного томографа, он очень сильно действует на людей. Посоветуйте, что можно противопоставить этим фактам? С уважением, Тарасий из Одессы. А одна из его книг «Красная таблетка». Мой ответ. Вот заметьте, мой ответ. Вот кто-то не согласен, то другое, но с чем не согласен? Я ничего, ни одного слова не отвечаю. Помните слова Духа Святого. Иуда 1.23. «И других страхом спасайте, и сторгая из огня, обличайтесь со страхом, гнушаясь даже одеждой, которая сквернена плотью». Слова Розетта мои. Еще. Первое послание Иоанна. Это в Новом Завете. 4 глава, 4 стих до 6. «Дети, вы от Бога, и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Сатана, конечно. «Но они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их». Мы от Бога. Знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем Духа Истины и Духа Заблуждения. Особо интересно слово «мирские». Говорят по-мирски. Они мирские. Они от мира и говорят по-мирски. У нас в Потеряевке тут два кладбища. На одном было старообрядческое. Это основатели Потеряевки, Потеряево. А потом стали подселять все другие люди. И у них другое кладбище рядом, мирское. Вот тебе и все. Люди еще не знали Евангелия, а выражение, определение именно мирское. Там как попало. А здесь все-таки все посты соблюдали. Читали, молились. Евангелия не было. Наталья Усатая. «Мир вам, мой дорогой отец Игнатий». Прослушала ролик. И отцу Владимиру Головину задают обо мне. Что вы скажете? Андрей Дробот вроде бы задает. Не знаю, наш ли это Андрей. «Спаси Христос батюшку Владимира Головина». Так прямо ответил и просто на вопрос о вас без всяких выдумок и наговоров. От этого батюшки я впервые из его проповедей узнала о детях, зачатых вне брака, то есть в блуде. И от него узнала, что дети несут за грехи родителей какое-то наказание за это. И стоит помолиться за него. Слава Иисусу Христу за вас и ваш труд и общину. И мне тоже хочется с вами лично увидеться. Если Господу будет угодно, то и батюшка приедет к вам, помолимся о нем. К слову сказать, сегодня уже двадцать шестое. Это у меня обозрение за прошлый день. А сегодня рано утром, в полчетвертого, мне пришлось уже быть около батюшки. Ну, я тут записал, как мы хотя бы простились с Сергеем Егоровичем Игнатом. Он гостил у меня здесь. Но решил и проводить. И все заснято. Дальше видно будет, как там было. Димитриал. Димитриал. А я сейчас смотрю видео с Сергеем Парализовым из Воронежа. Я как наткнулся на ваши видеоролики и видеоролики Сергея, то Дух Святой моментально дал знать, что это от Бога. И я благодарю Господа и вас, что благодаря вашим трудам Дух Святой родил меня свыше. Сын мой был мертвый и ожил. Все друзья, родственники и знакомые теперь на меня как на идиота смотрят и жалеют. Но они не понимают меня. А я просто не могу им передать, что такое узреть Господу в своем сердце. Найти сладчайшего Христа и находиться у Его ног, обнимать Его и молить, чтобы Он никогда не оставил меня. Перестал бриться. Так родственники прямо сжирают меня теперь. Сжирают в кавычках. Даже на работе никто слова мне не сказал. Как хорошо быть верующим. А наипаче верующим православным христианином. Это мои слова. И в него перешли. Как хорошо. Всегда, чтобы не было какого-то неприятность, как хорошо. Я отвечаю. Два места Писания, которые если человек просчитает, то он вникнет глубже. Михея 7.6. Ибо сын позорит отца. Дочь восстает против матери. Невестка против свекрови своей. Враги человеку домашние его. Матфея 10.36. И враги человеку домашние его. Он скажет, а вы это испытали? Да. Как только начинали строить потеряевку, восстанавливать. Надеялись. Родственники переезжают. И вот теперь помощь будет. А получилось все наоборот. Самые большие враги из их числа и восстали. Они выехали. Их нету. Иеремия 1.19. Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя. Ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя. Это я все отвечаю на вопрос, что вот уверовал, принял. Дмитрий пишет. Вы мой Иеремия, апостол Павел и Златоуст в одном лице. Завтра вот будут с Сергеем Парализовым беседовать. Списался с ним уже. Отхожу спать. Богу нашему слава за все. И вот ролик маленький поставил Виталий Калиников. Отношение протоиерея Владимира Головина к Игнатию Итехановичу Лапкину. Вот так найдете. В воскресенье прошедшее 22-го, получается, или 23-го сентября ему вопрос задают. Он обо мне отвечает. Я всех прошу молиться за отца Владимира, чтобы Господь помог все перенести. И все было во славу Божию. И что не так отбросить. Что так укрепиться. Спаси свою душу. Вот один пишет мне сегодня. Нужен совет. Живем в Германии. Сын начал 8-й класс гимназии. Крещен в Русской Православной Церкви. Допустимо ли ему посещать урок католической религии? Преподаватель приглашает сына регулярно. Я пока сыну не разрешаю ходить, сомневаюсь. Просветите, пожалуйста, мой ответ. Если по старообрядческому рассуждать, то остается одна лишь проповедь их на 300 лет. Ты еретик, переходи к нам на ваш такой простой вопрос. Не просто ответить. На занятиях их я не был ни разу. Общую программу католическую не знаю. Задача преподавателя какая? Всех сделать католиками или просто дать знания о высшем святом? Познакомить ближе с Иисусом Христом и со Святой Библией? Как исполнить все евангельские божественные заповеди и достичь на веки Царствия Божия? Неплохо было бы получить вам разрешение побыть несколько раз на этих занятиях самому. Чтобы ближе познакомиться с католическим учением, могу предложить просчитать три статьи мои в моей книге «К истинному православию». «Гордость папству» — страница 323. «Человека убийства и ложь Ватикана» — страница 340. «Фатимская весть. Трагедия или надежда» — страница 358. Но он там вопрос задал на нашем форуме, то я на форуме это все ответил, тоже вставил. Вместе с сыном просчитать, порассуждать, но это общее обозрение, не говорю о вашем конкретном случае, потому что незнакомство указано выше. Но по большому счету лучше было бы не ходить, а вести занятия дома. В таком незрелом возрасте могут в сына войти совершенно чуждые православию идеи. Да и молитвы там будут, и все не по-православному. С 10 октября, думаю, возвращаться в город, и тогда можем поговорить с вами и с сыном вашим по скайпу. А пока предлагаю ознакомиться с нашими ресурсами. Православный библейский сайт во свете Библии создан 21 января 2009 года. Вот куда? Откните. «Мой мир» создан 28 января 2010 года. Получается, что ровно через год сайт первый был создан. Вот. В «Моем мире» 21 тысяча нашей фотографии. Православный форум Игнатия Лапкина во свете Библии открыт 7 февраля 2010 года. 1602 темы. Православный видеоканал открытым оком во свете Библии Игнатий Лапкин. Так называется. Зарегистрирован 21 декабря 2012 года. Здесь 12602 наш видеоролик. Ну, дальше есть у нас страницы в «Одноклассниках», «Контакте», «Фейсбуке», «Твиттер», «Живом журнале» и иное. Но я там не бываю. Ставят материалы и прочее. Там модератор администрации наших ресурсов. И здесь я пишу, что означает наш сайт. Вот. Прочитайте. Это то же самое. Как бы по нашей деревне. Где нужно. На истории общины. Ну, и вот такое дело. Ну, вчерашний день. Сказать, что тут. Мы тыкву убирали. Убрали дождик. Только перестал. Мы тогда убрали. Мешками сносили. Сергей Егорович Игнатов был последний день. Он тут там раму там приколачивал, чтобы крепче держались. И щели там забивал, чтобы комарья не было. Ну, вот такое дело. День целый так и провели. Я тут ездил. Еще там бобы собирал. Матушке немного картошку помог копать. И ему я подарил Сергею полный комплект своих книг. 38 книг тут упаковывали. И он все это вложил. Ну, и получилось 30 килограмм, может быть, 32. Сегодня я проводил его утром рано. День-то и прошел. Ну, и посмотреть немножко наши ресурсы можно еще. Не каждый их знает. Вот. Это вот мой мир. Я очень люблю его. Повторяю, изъясняюсь в любви. Очень удобный для пользования. Богатейший. Тут 21 тысяча наших фотографий. А вот который я ответ давал. Вопросы и ответы этому человеку из Германии, а его сыне учиться у католиков нет. Ну, и наш видеоканал. Вот. Вот. Я сейчас посмотрю. Тут 30. Знают или не знают люди. Быстро тут. Ну, нас же 10 человек посетили, посмотрели. Для нас это уже что-то. А тут 46 за один час. 62 за час. 64. Вот так. Ну, вот такое дело. Сегодня вот я поставил 9 видеороликов. 9 из них 3. Это постоянно идут у нас жития святых. Мои проповеди и златоуст. Вот он где. Ну, и во свете Библии. Православный библейский сайт. Я его тоже участвую в конкурсе сайтов библейских. Ну, не знаю. Какой результат будет. 1 октября, даже сказать. Немного уже на неделе будет. Вот так. Вот. За кого-то должен проголосовать. Вот 9 номер. Сергей Сологуб. Я за него проголосовал. А остальные видно. Там адвентисты седьмого дня. Ну, а тут о Христе говорится, о Троице у Сологуба. Обязательно надо проголосовать. Обязательно. У них такой закон. Вот написано. До 30 сентября необходимо всем участникам отдать свой голос за кого-либо пронумерованного в таблице. Вот 16 участников. В голосовании могут принимать участие только участники конкурса. То есть 16 человек выставили свои сайты. А что так мало? Не мало. Это 16. Библейские сайты найдите. Да и кто-то пожелает участвовать. Свое решение пришлите, пожалуйста, на почту. Указано вот где. Не проголосовавшие за кого-либо участника, за какого-либо, не будут оцениваться. А следовательно будут сняты с участия в конкурсе. Голосование не будет анонимным. 1 октября результаты голосования будут опубликованы. При равном распределении голосов относительно какого-либо участника решение будет принимать редакция. Байбл 8. Вместе с номером и именем веб-мастера вы можете прислать обоснование своего решения. Ну и дальше все тут описано, как, что будет. Благослови Господи, люди стараются. Конкурс 2 этапа, призы 500, второе место 300, третье место 100 долларов. Ну я всех посмотрел, мое мнение, даже в сотую долю нельзя сравнивать с нашим сайтом, ничего нету. Нету ни у кого. И если бы так было, я бы все три приза взял. Наш какой сайт. Сами зайдите, посмотрите. Огромный. Там и фильмы, там и вопросы-ответы, и занятия, и книги. Притом все наше, не чужое. Ну я Виталию сказал, он помогал тут ответственно давать. Я говорю, я тебя отдам. А теперь, если я получу, Виталия я знаю хорошо, Калиникова, и скажу. Эти деньги до копейки отдать дроботам, у которых мама умерла, ребятишкам-то. И он согласится. Если, конечно, присвоит. Но кто устроил вот это соревнование, конкурс-то, я и не знаю их. Поэтому, если они не православные, тоже не знаю, как они отреагируют, что именно православный, да еще и скажет, недружественный может. Ну мало, я говорю, может быть, зря. Я не знаю, повторяю их. Я желаю блага всем. И редакция тут выставляет, просит помощи, видимо. Тоже не богатые. Ну, чтобы как-то отблагодарить. И заранее очень хорошо говорят. Вот. Вот такое. Мы также надеемся на то, что если у каких-либо участников появятся вопросы к тебе, найдется время отвечать в комментариях. И вот еще интересно, они очень хорошо тут написали. Так, это конкурсы здесь. Вот если вам не удастся получить победу, то где-то я потерял в рубрике. Вот также и позитивные комментарии поддержат креативность веб-мастера и дадут импульс для будущего развития проекта. Так. Мы также надеемся на то, что если у каких-либо участников появятся вопросы... Ага. Так. Вот где-то тут есть такое, что если не получишь никакой премии, ничего... Ну, это неплохо, что ты участвовал. Вот. Неплохо. Что-то где-то не мог найти, прочитать, где написано. Обоснование, там то другое, участники конкурса. Вот, смотрите. Позитивное. Ну, ничего не нашёл больше. Ладно, на этом всё. Позитивное. 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 Продолжение следует...